Доктор Дядя Миша Математика Таблица умножения и деления с числом 4 Здравствуйте, друзья! Меня зовут Михаил Гаврилович Я врач на пенсии А это с вами здоровый Цалтай, мой большой друг Большой, но не единственный У меня много друзей самых разных возрастов Есть даже совсем юные, например, мои соседи Вера и Фома Верочка учится в третьем классе, а Фома в восьмом Но у нас всегда находятся интересные темы для разговора А иногда мы с Фомой помогаем Вере разобраться со школьными заданиями Иду, иду! Михаил Гаврилович, здравствуйте! Алтай, привет! Здравствуйте, дядя Миша и Алтайушка! Вера, Фома, рад вас видеть! Заходите, я сейчас чай поставлю Дядя Миша, я хочу вам кое-что показать Давай Так, что тут у нас? Ух ты! Вер, да ты мастерица! Какие красивые носочки связала Да, мне тоже понравились Учится сестренка, а начинала с обычных квадратиков Это были салфеточки Ну, салфеточки Зато теперь красота Скоро свитер мне свяжешь Свитер? Не знаю Мне и носки-то трудно было вязать Хорошо, что мы не сраконожки Да уж, им носочки не нужны Ни насекомым, ни животным, ни птицам Хотя маленьким собачкам в холода ботиночки надевают А то они мерзнут Да-да Мы с Алтаем время от времени видим одну такую в парке Помнишь, Алтай? И знаете, ребятки Мне хозяин сказал, что у нее даже есть два разных комплекта Четыре ботиночка в одном комплекте И четыре в другом Четыре прибавить четыре Это восемь Много Если носки вязать, я бы не справилась Вера, если бы было нужно, обязательно справилась бы Ну, не знаю А помните сказку «Дикие лебеди»? Конечно Там сестра вязала рубашки из крапивы, чтобы расколдовать своих братьев И я помню Она почти двенадцать штук связала Ну, когда для важного дела, я бы тоже старалась изо всех сил Фому, например, спасти Сестренка, выучи для меня хотя бы таблицу умножения на четыре Мы с тобой уже не первый день бьемся Фомочка, я очень стараюсь Но она, ну, ну никак не учится Это так тяжело Эх, и неинтересно Вот оно что! И вообще, на два и три умножать с помощью таблицы, это да Это может пригодиться А так можно просто по четыре присчитывать Столп, ты о том же думаешь? О чем это? О том же Что надо тебе помочь с таблицей умножения на четыре А для этого мы переместимся в такую историю, где это действительно будет очень и очень нужно Готовы? Да! Ой, какая кошечка! Трехцветная и пушистая Кс-кс-кс-кс Иди, иди сюда Здравствуйте Я потерялась Вы не знаете, где... Ой! Ага, любезные Вижу, вы нашли мою кошечку Спасибо вам, преогромное Кто это, Пама? Не знаю, Вера На нем такой длинный плащ Капюшон скрывает лицо Простите, это действительно ваша кошка? Похоже, она не хочет к вам идти Ох, да у нее характер ужасный Вы даже не представляете Такая капризуля Ну-ка иди к папочке Оцарапала! Помогите! Смотрите, он скинул плащ У него в руках сетка Это же разбойник Бармалей Он почти догнал бедняжку Бежим за ним Алтай, не лай Кошка думает, что ты за ней гонишься И бежит от нас прямо в руки к Бармалею Он кидает сетку Поймал Спасите На помощь Михаил Гаврилович, так дело не пойдет Надо выручать пленницу Алтайшка, не переживай Кошка не поняла, что ты хотел ей помочь Лучше перемести нас туда Куда Бармалей понес бедняжку Да здесь целый зверинец А вот и сам злодей Опять вы? Не отдам я вам кошку Я собираю всех потерянных животных А потом возвращаю хозяевам За выкуп А мы... А мы... Дадим вам выкуп Что ты можешь мне дать, девочка? И потом это не просто выкуп Я задаю задачки И мы делаем ставки Это как? А вот так Я задам задачку Если я посчитаю быстрее Заберу... Вашего пса С его... Хе-хе-хе-хе-хе Ошейничком Ну, а если ты быстрее? Отпущу все Ну уж нет Алтая мы не отдадим Как хотите Дружище, это очень опасно Ты уверен? Даю две попытки Я сегодня Добрый Ой, я боюсь Согласен, Салтайм У нас нет другого выхода Он в тебя верит Ну, хорошо Давайте вашу задачу У меня четыре клетки А на каждой клетке по четыре замка Сколько всего замков? Время пошло Раз Сейчас, сейчас Так На первой четыре На второй четыре Два Значит, четыре Прибавить четыре Это восемь И еще четыре Три Время вышло Четырежды четыре Шестнадцать Ох, Вера Говорил я тебе Учи таблицу умножения Видишь, как быстро он посчитал Ничего У нас есть еще одна попытка Вере надо только потренироваться Ваше счастье Что я проголодался Пойду пообедаю А вы тренируйтесь Все равно у вас ничего не получится Ха-ха-ха Дядя Миша Фома Помогите мне Конечно Бармалей Разбойник злой Но Не изобретательный Думаю Он и дальше будет Давать примеры С умножением на четыре Так Вера Смотри Начало ты знаешь Сколько будет Четырежды два И четырежды три Тебе учить Уже не надо Точно Я могу использовать переместительное свойство умножения Именно так 4х2 это то же самое, что и 2х4 Это ты уже выучила Да, это 8 А 3х4 12 Значит и 4х3 тоже 12 Сколько будет 4х4, думаю, ты теперь запомнишь Да, после того, как проиграла Бармалею Это 16 А теперь, Фома, давай придумаем Вере задачки Это я могу Так, Вера, сколько сапог нужно сшить для пяти котов в сапогах? Какая смешная задача Так, если 4х4 16, то 4х5 это 16 прибавить 4 И сколько это будет? 20 Извините, что перебиваю, но мы, здесь присутствующие коты в сапогах, должны уточнить Мы носим сапоги только на задних лапках Мяу Хм, ой, точно Тогда в два раза меньше Десять Кстати, это хороший способ, чтобы запомнить, сколько будет 4 умножить на 5 Используем переместительное свойство 4х5 это то же самое, что и 5ю 4 Так, и как это поможет? Можно умножить 5 не на 4, а на 2 А потом еще раз на 2 Да? Ну-ка 5 и 2 10 А 10 умножить на 2 это 20 Вот здорово! Даю следующую задачу Сколько собак может жить в шести будках, если в каждой поместится 4 собаки? Ага 4 умножить на 5 это 20 Теперь можно прибавить еще 4 24, 24, 24 Это просто! Как видишь, таблица умножения на 4 не такая уж и трудная Кхе-кхе Кхе-кхе Простите, я тут от лица собак интересуюсь насчет будок А что такое? Да вот 4 собаки в одной будке, это как? Это что же, у нас будки много, это, это, многоквартирные получаются? И многолетарные Черт, я на первом этаже Боюсь высоты Ха-ха-ха Дорогие мои, это просто задачки А вы, надеюсь, скоро вернетесь к своим хозяевам Ой, давайте скорее дальше учить Мы тут с коллегами придумали задачу Можно? Конечно Сколько канареек и попугаев вылетит из 4 клеток, если в каждой по 7 птичек? Хорошая задача, только почему это они вылетят? А мы им дверцы откроем Давай я помогу тебе, Вера Мы же можем опять воспользоваться переместительным свойством И посчитать по частям Две клетки по 7 птичек и еще две Да, так проще Умножать на 2 я уже умею Дважды 7, 14 Значит, в двух клетках 14 И в двух других тоже А сложить 14 и 14 не трудно Да, раскладываем 14 на 10 и 4 К 14 прибавить 10 Это 24 И еще 4 28 Много же птичек вы хотите выпустить, дорогие коты Может, не стоит? Конечно Это просто для примера Мы понимаем, что попугаи и канарейки не могут сами выжить в нашем климате А диких птичек лучше в клетку не сажать Да мне, честно говоря, и декоративных жалко Согласен с тобой, Фома Птицам лучше жить на воле Ну что, двигаемся дальше? А придумайте что-нибудь про нас, мышек С удовольствием Сколько мышек могут тренироваться в колесах для бега Если этих колес 4 и в каждом помещается 8 мышек? 8? Какая будет куча мала Это точно Но я все равно посчитаю Ты уже знаешь, сколько будет 4х4 Да 16 А 4х8 это 2 раза по 4х4 Теперь надо сложить 16 и 16 16 и 10, 26 И еще прибавить 6 Это... Разложи 6 на 4 и 2 Точно 26 и 4, 30 И еще 2, 32 Ну что? Потренировалась девочка? Ой, нет, подождите Мне совсем немного осталось Вот еще Не буду я ничего ждать Вера, постарайся Мы все в тебя верим Задача У меня новые клетки В каждой по 4 зверюшки А ну тихо там Вопрос Сколько зверюшек может поместиться в 9 клетках? Я же не успела выучить, сколько будет 4х9 Вера, не падай духом Вспомни какой-нибудь способ, который поможет тебе посчитать Четырежды 9 это... Время пошло Раз... Девять Это ведь рядом с десятью Четырежды 10 это 4 десятка То есть 40 Два Значит, четырежды 9 это 40 минус 4 Тридцать шесть Ура! Успела Как так? Что такое? Придется вам, Бармалей, выполнить свое обещание Да и пожалуйста Мне и самому надоело с этими зверюгами возиться Забирайте всех Чао Михаил Гаврилович, куда же мы их всех денем? Не беспокойся, Фома Алтай нам поможет Возьмитесь одной рукой за его поводок А другой пусть каждый держит по несколько поводков И Алтай может несколько в пасть захватить Ну-ка, Вера, посчитай Нас четверо А поводков... Ого-го! Целых 24! Поскольку мы их должны взять? Для этого надо 24 разделить на 4 На какое число надо умножить 4, чтобы получить 24? 4х5 это 20 Нет, мало А 4х6 как раз 24 Ура! Мы берем по 6 поводков каждый Взяли! Все готовы? Закрываем глазам Ой, а где животные? Как я и сказал Алтай нам помог Каждый переместился в свой дом Ура! Как все здорово сложилось! И умножилось! И таблица умножения выучилась И зверюшкам помогли Кстати, о зверюшках Вы ведь раньше навещали в приюте бездомных животных? Мы сейчас навещаем Помогаем волонтерам их кормить И выгуливать И всем рассказываем, какие там замечательные животные Добрые и благодарные Только очень одинокие Так хочется, чтобы они нашли новый дом Когда соберетесь в следующий раз Составлю вам компанию Вот здорово, спасибо! А сейчас нам пора домой Да, у меня еще домашнее задание По математике не доделано Но теперь, когда я выучила таблицу Я его быстренько сделаю Ну и отлично! Счастливо вам, ребята! Приходите еще! До свидания, дядя Миша! Пока, Алтайушка! До свидания, Михаил Гаврилович! До новых встреч, друзья! Неси Алтай, ошейник свой чудесный Вновь доктор дядя Миша ждет гостей Нам предстоит немало путешествий Вопросов, разговоров, новостей За столом, друзья, мне тесно Разговор идет живой Будет в школе интересно Вместе с Верой и Фомой Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok